Мои зрители среднего и, так скажем, старшего поколения, 100% я уверен, помнят классический советский фильм «Москва слезам не верит», где один из главных героев говорил о будущем телевидении, что не будет никаких кино, никаких театров, будет сплошное телевидение. Со временем оно перевернет жизнь человечества. Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино. Ну, все-таки что-то будет. Телевидение. Одно сплошное телевидение. За это время, конечно, утекло очень много воды и появился в первую очередь YouTube, который на сегодняшний день, он и составляет огромную, так скажем, конкуренцию обычному телевидению. Потому что YouTube может вам дать то, что вы хотите, то, что вы ищете. И телевидение в основном в последнее время, естественно, я думаю, вы смотрите только какие-то там новостные программы, развлекательные тоже, если есть по сетке программ. И YouTube, конечно, занял одну из таких ключевых ниш в средствах массовой информации. Вот. Но, тем не менее, телевидение все равно остается на месте. Никуда оно не денется, не делось и не денется. Я не сомневаюсь в этом. И давайте с вами вместе сейчас съездим на небольшую эскурсию, можно сказать, в святая святых телевидение. И вы все увидите своими глазами, как делается телевидение, кем делается телевидение и на что делается телевидение. Я имею в виду техника. Сегодня мы с вами побываем в, пожалуй, одном из самых известных зданий в Киеве. И, пожалуй, одном из самых режимных зданий в Киеве. Это в здании Киевского телецентра, национальной телекомпании Украины. Мы с вами посмотрим несколько студий этого огромного аппаратно-студийного комплекса. А также побываем на самой крыше. 94 метра над уровнем земли, откуда видно практически весь Киев. Этот телевизионный комплекс был сдан в эксплуатацию в 1972 году. Но с тех пор даже не сделали, еще до сих пор, уже прошло, сколько без малого, 30 лет, до сих пор не сделали центральный вход. И все проходят через служебный споку здания. Попадаем в центр этого помпесного огромного здания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас с вами находимся в холле здания на первом этаже. Высота здания 26 этажей. Несмотря на то, что в холле никого нет, на самом деле, естественно, все студии, все съемочные площадки, все работают и, скажем, скрыты от простых посетителей. Таких вот, как мы с вами сейчас попали внутрь этого здания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы не будем его остановить, сидеть там на комнате, ну по 10 людей, так то седем вовно, без своего, и припочем. Так все встретимся. Проверим. 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 Сама классовая кухня, да? Да. Проверим. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Студия Еще куда-то ведут, какая-то еще студия, темные коридоры Великого паритня реки, декорації, доносяться саме через панус Розповідали ми старожили по конюшні, коли за задумом режисера в коней ефір мали би привезти живого коня Домовилися з феопарком, приватною музею конюшні, завели коня через панус Все добре, мабуть, переконувалися, даруйся тут за дроби свою темно-спаду Стало питання, хто ж має прибирати? Прибирали цюрки в боку каже тут Це не наша операция, видачте, ми такого не замовляли І прибирали все Ще один такой коридор для хранения всяких разных декораций То есть это вокруг, получается мы ходим вокруг студий Через эти большие двери заносят декорации, здесь их хранят, меняют, туда-сюда Затаскивают в студии, где-то такой длинный коридор Вот так, вот так вот несут Глава Мащура Глава Мащура Глава Мащура Глава Мащура Глава Маги Глава Мац will pray Глава Макс Глава Мак stayed !? Глава Мака Глава Нурас Глава Сочетain Глава Мак Глава倫 Глава Глава holding А курилка тоже декоративная или нет? Декоративная, да. Работники, понятно, прячутся. Подиум, подиум Поплавского, здесь стоял Поплавский. Все ж таки на такому позитиві хочу побажати вам злагоди в родинах, мирного всім нам неба і обов'язково загадайте бажання біля нашої яухи, кажуть, що всі бажання дійснюються. Нагадую, що стати віркою, тобто знаменитостей по часу вам ніхто не лімітує, як то кажуть. Загадуйте бажання, фотографуйтеся і будьмо на одній хвилі. Йо Суспільна і Наталія Ходис дякуюсь вам за візит. Дякую. Дякую.